Депутат Совета Депутатов Геннадий Алмазов Депутат Совета Депутатов И моя должность это ведущий консультант Мои задачи входят это оказание правой помощи депутатам Совета Депутатов И их помощникам Подготовка документов нормативно-правовых актов Ну и также консультация жителей Когда жители приходят, конечно, безусловно, приходится и консультировать Кому обратиться, как нужно решить ту или иную проблему быстрее Иногда приходится жителей за руку отходить тому или иному человеку Вот смыслная работа Интересно, как давно вы занимаетесь? С 90-го года я занимаюсь этой работой Вы старейшина, получается? Ну, насколько я знаю, в Ленинградской области такого вроде нет уже Ну, я участвовал в первых муниципальных выборах, которые были в марте 90-го года Это первые были альтернативные выборы Когда в бюллетене можно было включить несколько кандидатов До этого выборы были таковы, что в бюллетене включался только один кандидат При этом, значит, горком партии, который у нас тогда был, как бы, и в КПСС, которая существовала Она, как бы, подбирала вот на 100, на 200 мест ваканных депутатов Надо, там, 5% рабочих, там, 10% ТВР, там, и так далее План был, студент Ну, такая некая была разнарядка Чтобы, так сказать, власть была и партийные работники, и народ, интеллигенция Ну, чтобы никого не забыли Сейчас этого нет, выборы открыты И может получиться все, что будет А можно вопрос? Взгляд со стороны Вот сейчас вот происходит, да, вот, какие-то последние неделька, там, да, осталось Вот, вообще Не, не неделька остается Ну, ты пару дней остались Подождите пару дней, да, остается Вот, взгляд со стороны, вообще, вы же, там, да, являетесь подписчиком группы Вы, ГЛИС, да, вот, вообще, ваш, ваш взгляд на происходящее, да, вот Правильно, что делать, неправильно, вот, кандидат Ну, сами, чисто, вот, взгляд, вот, эксперта просто Ну, я хочу сказать, что ничего нового не происходит На каждых выборах, я имею в виду муниципальные Не имею в виду федеральные, там, более высокий уровень, там, более... Интриенте же, да? Там, зависит от пиар-технологий, пиар-команды, которые там все руководят Говорят, надо идти, вот, сегодня надо идти туда Завтра нам нужно идти туда, там, вот, сказать то-то, то-то Да, и депутат просто, вот, им, как бы, руководят кандидатов, да И он, как бы, работает, это федеральный областной выбор, да А вот то, что касается муниципальной, здесь, ну, как бы, здесь каждое, что может Каждое, что хочет Да, и поэтому все это, вот, и каждый раз, на каждых муниципальных выборах Новые кандидаты в депутаты Наступают на те же самые грабли, которые наступали предыдущие Кандидаты, которые уже стали депутатами, или не стали депутатами Ну, тут ничего нового абсолютно нет А как, еще, вот, основная ошибка, может быть, можно сказать, вот, кандидат, просто вот сейчас, чтобы далеко не убегать? Ну, основная ошибка, это, вот, как бы, так скажем, навязчивое, я бы сказал так, слишком навязчивое отношение к избирателю Когда кандидат считает, чем больше он, так скажем, замурыжет избирателя, тем будет лучший результат Я имею в виду, что, чем больше будет расклеено на домах, там, плакат информационных материалов, чем чаще он будет ходить по квартирам, тем кажется, что вот, ну, вот достал И никуда избирателю не деться, как только проголосают люди На самом деле, практика показывает, что это очень часто дает отрицательную результат Особенно, когда идет расклик объявлений на стенах, и там, где они положены Это людей просто бесит и злит Я написал, так сказать, в СИД, что это является нарушением законодательства, действительно, областного закона И во вторник я направил обращение и в административную комиссию, и в нашу доблестную полицию, чтобы они прошли подъемокруга Все это зафиксировали, составили протокол и наказали тех, кто портит наш город В том числе кандидатов, независимо от партийной принадлежности Я вот, знаете, как, я потом, вот сейчас был такой случай, иду по двору, встречаю нашего, ну, кандидата, депутата Шарова, да? Он говорит, сейчас вот будет у нас состоится, ну, собрание, вот я расклеил бумажки Вот, да, уведомление, да, что будет собрание Но, говорит, никто не придет, потому что после него кто-то прошел, и появились на место его бюллетени, да? Бюллетени эти, как вот, ну, как плакаты кандидата Дубка Вот, дальше стоим, разговариваем, там, на видео что-то снимаем Подходит кандидат Дубок, говорит, не снимайте Вот, и тот, Шарова, задает ему вопрос А почему, говорит, ну, на месте моих объявлений появились объявления, ну, ваши, как бы Он говорит, мы ничего не делаем, мы ходим с юристом к ним Я его пригласил в студию, он говорит, мы не пойдем, нас могут снять Да, но нам посоветовали пригласить юрист Ну, вообще, это не противоречит закону Я говорю, что противоречие законодательства является нарушением закона, когда расклеится объявление там, где не положено На квартирный дом, это общая собственность жителей Вы знаете, куда я сегодня объявление запихали? Вот эти листовки мне на звонок Я проснул, под ногами валяется, он кто-то скинул, и вот у меня нужен Ну, вот, считайте, что вот этот кредит, от которого он наклеил на звонок, он получил минус один Дизлайк, да? Минус один А если там в вашей квартире проживает еще там супруга, допустим, взрослый ребенок, может быть, родитель, вот сколько там взрослых людей проживает, стоп, он минус голосовый получит Это все элементарно Вот нельзя быть слишком навязчивым, надо уважать избирателей А поздний старт не является причиной того, что кандидатов сейчас приходится вот так вот ломиться в дверь? Поздний старт чего? Вообще, свои деятельности Ну, каждый кандидат планирует свою проектную компанию сам Ну, то есть, а сколько нужно, чтобы вот так вот, с высоты прожитых средств, чтобы действительно, на тебя узнать, может быть, месяц-два, три, может быть, полгода как-то, с чем-то с чем-то с чем-то с чем-то с чем-то с чем-то с чем? Нет, понимаете, почему вопрос? Проблема в том, что люди молодые, они знакомятся, замуж и выходят, за друг друга женятся, а потом живут вместе, оказывается, что они ошиблись, хотя они до этого 2-3 года встречались и так далее. Оказалось, ошиблись, да? Люди могут раз ошибаться, два могут ошибаться и так далее. Тем более, кандидат, у него агентационный период в 7 месяц. Это по закону месяц, да? По закону месяц, да, это в СМИ, а не в жизни, а вернее, как сказать, а вот с печатными, вот этими всеми делами, с листовками и так далее, это после того, как он зарегистрируется, откроет избирательный фонд. Чем раньше кандидат зарегистрировался, тем больше у него возможности клеить эти листовки. А в СМИ начинается, ровно за месяц уже можно в средствах массовой информации агитацией заниматься. И, конечно, вот прямо надо сказать, что, конечно, избирателю очень трудно сделать выбор. Вот понять, кто действительно наиболее достойный, вот на мой взгляд, это практически невозможно. Вот мы раскрывали не разу газету, да? Практически невозможно. Вроде человек симпатичный, вроде правильно говорит, вроде много хочет сделать, вроде как бы во всех положительных отношениях. Но это не значит, что, скажем, на самом деле, это будет, когда, если он станет депутатом, этот кандидат, что от него будет какой-то эффект. То есть здесь практика показывает, что вот из тех кандидатов, которые проходят, становятся депутатами, это, я говорю, не по нынешнему составу Совета, а по всем предыдущим шести Советам, в которых я работал депутатом, начиная с 90-го года. Практика говорит о том, что половина людей, это очень или просто работоспособные, а достаточно много людей, которые могут, так скажем, карьеристы. Не карьеристы, нет, я не сказал. Просто это могут быть скромные люди, или очень занятые, или которым трудно, так скажем, врубаться в эти юридические вопросы, или просто которые стесняются что-то сказать в заседании Совета. Потому что у нас часто камеры стоят, там очень много людей, и люди просто стесняются сказать, что высказывают свое мнение. Поэтому они сидят скромно, слушают других, нажимают кнопочки. Но активности такой нет. Поэтому, конечно, избирательным очень трудно выбрать. И кандидатам очень трудно доказать своим избирателям, что за него надо голосовать. Поэтому бывают, да, безусловные ошибки. Вроде голосовали за него, оказалось, что это не то, что за которого надо голосовать. Всяко бывает в жизни. Еще раз, в химии ошибаются, когда замуж уходят или жениться. А у нас, вот смотрите, два было претендента, да, Шаров, да, и... У вас здесь был? Да, да, да. Напомню, я фамилию еще первый у нас, как фамилия. Панчика, да. Вот. Они оба непартидные люди, да. Как вот вы считаете? Ну, они просто резкие, не то, что негативные, да, вот, они просто почувствовали нотку негативные именно в сторону правящей партии, партии власти. Так вот, да, да. Я смотрел эту передачу, как бы, у меня, как бы... Ну, я скажу, что... Какие шансы, да, и вообще... Вообще, вот хочу... Почему негатив такой? Вот вопрос. Во-первых, всегда к той партии, которая является правящей, а правящая партия, которая получила на выборах большинство мандатов в Совете Депутатов. Всегда такая партия есть. Например, в 2008 году я тоже, я был в оппозиции, правящей партией была у нас там КПСС. У нас был... Я находился в оппозиции. И вот то, о чем говорил, о тех проблемах, о которых говорил Панченко, они мне очень знакомы, потому что я... Три года в оппозиции работал реально, причем, как бы, руководил в оппозиции. Понимаете, какая ситуация? Конечно, безусловно, вот один депутат, он не воин, один в поле не воин. Вот многие говорят, вот вы спрашивали, вы к какой партии принадлежите? Он говорил, я вот, если вас изберут, вы с кем будете работать? С правящей партией, с Единой Россией. У нас три фракции. Это народные депутаты, фактически это КПРФ. У них три человека. Это мой сосновый бор, это бывшая, так скажем, партия... Умная Россия. Умная Россия, да. Правда, и расформировали о том, что Николай Олегович говорил. И вот Единой Россия, у нас сейчас там где-то 9 или 10 человек, сейчас не помню по памяти. Естественно, конечно, один человек, когда приходит на какой-то округ, ему жители ставят задачу, поставить скамейку, спилить деревья, заасфортировать яму, поставить поребрик, поставить детскую площадку. Он все записывает, записывает там 20-30 предложений. А ведь для того, чтобы решить проблему, нужно в Совете поставить эту тему, озвучить, и мало того, что озвучить, добиться, чтобы на решение этой проблемы были выделены деньги. Потому что ни одну проблему без денег не решить. В Айфира хотел обозначить, хотел узнать, как ли это, у кого деньги, тот и правильный. А тут следующая система. Ну, знаете, что такое, вот взять и получить из бюджета, вот когда бюджет формируется, получить там 20 тысяч на свою проблему. У каждого из 20 депутатов, которые за столом, у каждого своя проблема. И когда вы говорите о том, что мне надо в округе поставить скамейку, все остальные 19 сидят и думают, а мне, что же надо скамейку поставить. Почему я буду голосовать за то, чтобы вам поставить скамейку, когда мне тоже эту же скамейку нужно поставить. И получается, что вот те кандидаты, которые сейчас говорили, да, мы придем, мы будем независимы, мы будем руководствовать только своей позицией, мы не будем никаких отношений иметь ни с КПРФ, ни с правящей парней. Они просто ничего не смогут сделать. Они просто не смогут решить проблемы. Потому что большинство решает. Потому что, ну, большинство решает. Даже не большинство бывает, когда мы договариваемся. Очень часто бывает. Вот, например, случай, когда у Понничев, он депутат, потому что Россия, он, как бы, занимался очень важной проблемой, построил 50-м бомбе крыльни, далеко отсюда, вот такой игровой комплекс. Он стоил больших денег. Это молодежная, 18, по-моему, 24 и так далее. Построили. Построили, да. И тогда встал вопрос о том, что, а зачем столько много денег? Вот давайте мы это делать не будем, поменьше денег потратим, и сделаем это в высеченном варианте. И, естественно, их три человека. Они, вот, так скажем, мой сосновый борт, эту идею поддерживают. На нашей депутатской фракции «Единая Россия» посоветовались. И приняли решение, что действительно, вот эта проблема, она общегородская, микрорайонная. Здесь не надо считаться спортивной принадлежностью. Действительно, городу, микрорайону, 10-м б, это нужен такой комплекс. Но нет. Нет, вот, и мы поддержали это предложение, оно прошло. И, вы знаете, там большая сумма, где-то 30 миллионов могла ошибиться, она пошла на эти цели. Сейчас этот комплекс стоит, открытый, так и так далее. То есть, мы находим общий язык. Но, еще раз говорю, один в поле не воин. Поэтому, если вот эти кандидаты придут, они не будут контактировать, взаимодействовать с фракциями, результата никакого не будет. И даже у нас во фракции, у нас же тоже, например, 9 человек, мы, перед каждым заседанием собираемся. Каждый высказывает свое предложение. Значит, у каждого свои проблемы. И когда вот у каждого, каждому нужно поставить по скамейке, грубо говоря, в своем округе, а мы понимаем, что денег мы можем, допустим, ну, вот нашей фракции, там, грубо говоря, выбить в бюджете, там, 100 тысяч и так далее, на все скамейки не хватит, мы решаем, вот, большинством голосов чинов фракции, кому нужно пойти навстречу. Вот давайте вот, у вас наихудшая ситуация, в старый район нужно поставить, там больше пожилых людей. Мы там поставим скамейку. Мы на прошлом эфире поднимали вопрос, да, почему деньги врачей и учителей, там, бюджетные, да, и деньги на хозяйственные нужды, они в общей копилке находятся. Что получается, если мы выделяем деньги на скамейку, то какая-нибудь учительница не получит ее на хлеб. Это вот так это или нет? Это совершенно неправильно, вот, у вас часто говорят, вот, ну, поднять это, не так. Вот, взять вам там, вот, взять на детской площадке, вот, у вас писали там, да, взять и поставить дополнительную карусельку. Вот, многие жители, я так понимаю, вот, и понимают, бюджетный процесс, это как некая ситуация, когда у главы администрации есть некий бюджет, где-то, вот, мэрия, да, вот, где-то, где-то есть такая заветная комната, и ключик, от этой комнаты есть ключик, да, может быть, у главы администрации, там, или у главы города, и вот, если его хорошо попросить, он придет, пойдет, возьмет депутата за руку, скажет, да, тебе вот нужно помочь, поставить тебе скамейку или площадку, карусельку дополнительно, пошли со мной. Вот он придет, откроет тихонечко эту дверь, там мешок стоит большой, там набит деньгами, он оттуда возьмет деньги, отдаст и говорит, ну, иди вот ставь песочницу, так не бывает. Бюджетный процесс начинается за полгода, вот сейчас уже вообще, на следующий год. Все школы, детские сады, там, ТСП, там, все организации, которые завязаны в бюджет, подают свои заявки. Школа пишет, нам нужно 10 парковок купить, нам нужно там для спортивной секции 15 мячей, нам нужно 10 лампочек поставить, нам нужно купить порошок, там, 10 килограмм порошка, для того, чтобы убирать на год, там, ну, и так далее, да. Ну, не о том, какого, я думаю, да, 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 конечно. Значит, детские сады пишут, нам нужно там, в младшую группу, там, 15 горшков заменить. Вот все организации, в том числе и сад депутатов пишут, нам нужно 10 пачек бумаги, нам нужно для депутатов купить новые компьютеры, и так далее. Вот эти все заявки сходятся в Комитет Финансов. Мы знаем сумму доходов, у нас 2 миллиарда. И изначально, когда вот это все сводят, все хотелки, все потребности, оказывается, там заявок на 6 миллиардов, а у нас расходная часть бюджета 2 миллиарда. Комитет Финансов, Ксановский, говорит, ребята, мы так не можем, у нас доходов не хватает, 4 миллиарда, урезайте там в два раза все ваши хотелки. Вот они возвращаются и режут. Там горшков вместо 10, 5 купим, и так далее, и там лампочек меньше, и так далее. Я сразу же, да, то есть вот вопрос сразу же. Мы же, да, платим налоги, да, то есть мы для предприятия, организация, да, часть денег же остается здесь, часть денег уходит, я так понимаю, в федеральную защиту. Есть налоги федеральные, региональные. Да, но получается, что нам денег не хватает. А денег что-то не хватает? Ну, понятно. Все денег не хватает. Вот просто Рокзан Кадыров, да, он же сказал так, ребят, мне для выполнения майских указов президента не хватает денег, нахуй, получить. Ну, это не, я думаю, что это не совсем так. Ну, понятно, что-то, возможно, там силовой воздействие какое-то. Мы тоже говорим, что нам вот не хватает, нам тоже нужно, и область нам тоже идет навстречу. Идет, да? Ну, конечно. Тяжело, что рядом с таким, ну, с федеральным центром что-то выбивать себе? Ну, по-честному, так. Ну, конечно, очень тяжело выбивать из области деньги. И вся проблема в том, что, ну, вот как на практике получается, что область говорит, мы хорошо вам выделим денег, но вы 10, там, процентов или 15 своих вкладываете. Нам приходится что-то урезать, для того, чтобы свои 10 процентов заплатить, чтобы область нам дала... Ну, так тут получается, нет, вот я вот сейчас схему просто проворачиваю. То есть, по идее, нам нигде не хватает, да? То есть, ну, чтобы сразу покрыть 6 миллиардов. По идее, мы можем на каждую проблему попросить денег. И, я так понимаю, 2 миллиардов, скажем так, равных 10 процентов. Вот говоришь, что может... Нигде, ни в чем не хватает, это неправильно. То есть, область финансирует, например, зарплату учителей, там, расходы на освещение, там, школа в детских садах, там, тоже сама администрация. Это, как бы сказать, защищенные статьи. Мы примерно знаем, сколько нужно зарплату выплатить, когда, с какого месяца она на сколько увеличится, и вот эти деньги закладываются, безусловно. И это как вот неприкосновенный фонд. Вот этот неприкосновенный фонд, который мы знаем, что мы обязательно должны выплатить, он составляет, наверное, 60-70 процентов расходов всего бюджета. Где-то полтора, может, миллиарда. А есть еще некая сумма, которая идет на развитие города, раньше называлась. И тут, чем больше этих денег, тем больше мы детских площадок поставим. Больше мы сможем работать по благоустройству, деревья посоветить и так далее. То есть, вот маленькая часть бюджета, которая идет непосредственно развитию. И поэтому мы, как правило, и делим, ищем деньги именно в этой маленькой части. А большая часть, которая связана с зарплатой, она неприкосновенная. Ее никто не полезет. Поэтому, когда вы говорите, что не хватает, нам не хватает на развитие. Нам не хватает, чтобы построить, отремонтировать больше дорог. Нам, вот сейчас, хватает денег только на то, чтобы обслуживать. А то, что мы обязаны, бюджетное обязательство, обязательно мы должны выплатить зарплату, отпускные, премии какие-то, то, что положено. Это все есть. Это все лежит, и мы не обязательно, ни в коем случае не живем. А как видите, у города есть возможности как-то самим заработать деньги, вот используя имущество какое-то. Как вот, оцените, вот, пожалуйста, эффективность, ну, если такая возможность есть, насколько эффективно чиновники, да, занимаются тем, что сами деньги добывают. Хватает ли им добыть денег, чтобы попрыть из них расходы, вот. Ну, как сказать, у нас строго ограничены возможности для получения этих денег. Вот о чем вы говорите. У нас есть муниципальные имущества, в основном мы получаем муниципальные имущества, которые можем распоряжаться. Это земельные участки, либо имущества. Если не ошибаюсь, вы были на одной из последних комиссий, участвовали в индукционных торгах, на право аренды. То есть у муниципалитета освободили с 3 комнаты, по красным форму 13. 2 комнаты, 2 комнаты, 2 комнаты. Вот она их выставила на торги. Она задала начальную цену, определила рыночную аренную плату, ну, грубо там, не помню, 7,5 тысяч. 7 тысяч, разогнались до 18. И вот она вам предложила, давайте, ребята, давайте, вот кто больше даст, у вас 3 человека сидело, вот как мы сейчас. Кто больше даст, тот и получит. Вы сначала торговались в минус, вы дошли до половины, сбросили. До минимальной скорости. Никто за 7 тысяч из вас не хотел брать. Вы спустились до самого минимума, а потом подумали, сказали, господи, мы же тогда ничего не получим. И начали торговаться в плюс. Вы догнали вместо 7 тысячи впустились до 3,5 тысячи, а потом догнали, то сколько? Ну, 16-700, ну, плюс НДС еще там, плюс налоги наземных, где-то 18 получили. Вот, мэрия планировала получить 7 тысяч в месяц, допустим, аренду, а получила плюс 18 тысяч. Это неэффективно. Ну, значит, торги эффективны. Значит, на это помещение. Или здесь, получается, выявили среднюю стоимость, скажем, квадратного метра на тот момент, когда торги... Это вот имущество. Но имущество, оно вот, оно как бы не резиновое. У муниципалитета определенное количество помещений, которые можно продать... Да, это не те деньги, которые могут заработать. Да, но мы не коммерческие. Ну, понятно, да. А вторая, это, вторая эта вещь, это, значит, земельные участки. Можно продавать земельный участок в старых калищах 10 соток, вот выставить на торги. У него будет цена 250, я бы, в среднем, 300 тысяч земельный участок, собственность. А можно найти и изыскать возможность выставить на продажу земельный участок, который находится рядом с Пинским заливом, в деревне Ручей. Там только аренда может дойти до полтора миллиона рублей. Там очень большая сумма. То есть, вот опять же, от спроса. чем более лучше расположен земельный участок, тем больше получаем. Поэтому, когда администрация нужно получить деньги, она говорит, у нас там есть загажники, резервные участки, давайте мы выставим на продажу или право-аренда, которые востребованы, которые хорошие, в дефицитности, так можно сказать. Ну, там вопрос... Потом, следующий еще момент, это вот имущество. Потом, следующий момент, говорят, вот там, опять же, у вас писали, две площадки за 8,5 миллионов детских, как дорого, что они такие золотые и так далее. Я уж не буду говорить, что там предусмотрены и тренажеры, и там покрытие детское, и ограждение там, и там супер-купер там все сделано и так далее. Действительно эти стоят, эти площадки. Вот их оценили по смене, 8,5 миллионов, потом объявляют аукцион на электронной закрытой площадке. И неизвестно, кто там торгуется, это невинно. Это может быть Псковская ферма, это может быть там Нововоронеж, это может быть Петропавловск-Камчатский, может быть Сосновоборская ферма, мы не знаем. Мы не знаем, кто торгуется, но в реалитате цену снижали. И вместо 8,5 можно в результате торгов можно, допустим, снизиться, к примеру, до 3 миллионов. Разница 8,5 миллионов, 3 миллиона, на предстоте торгов. Вот получается, что 5,5 миллионов экономия. Вот дополнительные денежки, мы их направим на другие цели. Вот такими путями муниципалитет может заработать. Вот других путей у нас нет. Мы не коммерческая организация. Дай Бог каждому не коммерсанту, чтобы решаться не видно, как вы не коммерсанту. А вопрос сразу же, то есть по поводу земли зашел. Вот есть территория Рикова, там очень много участков, я так понимаю, по 4 сотки, 4,6 соток, и что вообще с этой территорией происходит, потому что людей это частенько волнует. Да и меня тоже волнует, хотелось бы там что-то. Ну, вот... Как купить? Ты правильно обратился, Владимир? Вот я хочу купить там, просто мне сады нравятся, грыжовник. У нас постоянно идут аукционы, которые администрация проводит по продаже земельных участков. О чем я говорю, можете участвовать, вопросов нет. Выставляйте, как вот вы неделю назад приходили в 333, также такие же, ровно такие же аукционы, могут идти и по земельным участкам. А вы торгуетесь, может быть, торговаться там, не знаю, вы можете купить, но о торгах. Иных способов. Не, ну, торги это понятно. Продолжение не было, города нет. Только через торги. Как и передачи в аренду земельных участков. Ну, кроме там, тем организациям, которые, типа школам, ну, таким, которые выполняют социальные значительные функции, им без аренды. А остальным всем на основании... Ну, а Липо, сейчас это как бы садоводство считается. Значит, раньше у нас до 90-го года предприятия нашего города, когда было голодно в 90-м году, когда у нас всякая экономическая система разрушилась, людям было есть нечего, зарплату не платили, люди бастовали. Город нарезал достаточно большие участки предприятиям под огороды. Нити предоставляли, там, Лаэжу предоставляли, Гоевцам бывшие, ну, не Уэпли, работникам Мэрии, там, и так далее, Непиету. Ну, сколько там у вас работников, допустим, 200 работников. Вот мостовым участков, нарезаем земельный участок, допустим, вот, занимайтесь огородом. В аренду, да? Ну, в аренду, да. На этих земельных участках образовались огороднички и товарищества. И они там, как юрлица. Ну, вот, в 90-м году, когда мы стали утверждать правила землепользастройки, мы приняли решение, зачем люди изгонять с этих земельных участков. Давайте мы им найдем механизм, чтобы эти земельные участки, на которых они сидели, превратить в ЖС. Дать им возможность превратить в дачное хозяйство. Пускай они там домик построят, значит, оформят собственность и живут там, могут продать его и так далее. Потому что с огорода можно всегда выгнать людей. Это временно. И мы пошли на эту встречу. Так образовалось у нас новых калищев, большие районы, где бывшие огородники трансформировали в дачное товарищество. И сейчас там идет уже застройка. Я как-то недавно передал, поскольку случайно туда зашел, говорит там, раньше были огороды, у моего сца там был огород, а сейчас, я смотрю, уже дома двухэтажные стоят, то есть люди там ослали. То же самое в ручьях, то же самое вот в Приморском ДНТ, о чем вы говорите. Там тоже раньше были огороды, а сейчас вот это товарищество реорганизовалось в дачное. И сейчас оно само перенарезало участки, потому что участок не может быть меньше шестисот. Они все это перенарезали, численность, естественно, уменьшивала все людей, потому что у каждого есть деньги для того, что там строится. И сейчас там, пожалуйста, там есть свободные, будут свободные участки, когда они оформят сотвость, будут наверняка. Вы можете купить земельный участок, пожалуйста. Я, например, у меня земельный участок у сына, вернее, в ДНТ ручьей. Я знаю, что там многие бывшие огородники, которые переоформили огородные участки в дачные, особенно пожилые, и дети не хотят заниматься, помогать. Они просто продают эти земельные участки. Но если цена огорода они продавали там за 20-30 тысяч, то теперь цена этого дачного участка, когда он уже реорганизован, дачный, оформил собственность, она уже 800 тысяч. Ну, это понятно. пару вопросов. Поэтому повести объявление на ходе в дачное давальничество и там люди перезвонят и скажут, ну, продаем земельный участок. Давайте я сейчас еще последний вопросик. И перейдем к вопросам зрителей. Вот по поводу участков земельных. Я слышал, что некоторые депутаты участвуют в распределении вот этих помещений. Предлагают сами, еще что-то. Мы в мазочных помещениях слухи такие есть. Мне интересно вообще, когда депутат идет избирая все, мотивация его с зарплатом не получает. Наверное, он же идет не просто так. Мы так не добились депутатов. Меценастов не бывает. Кандидатов. Какая галочка? Люди все разные. Они все разные. Мотивация совершенно разная. Кто-то идет, я уже писал где-то там, писал, кто-то идет решать какие-то проблемы. Я, например, пошел, я об этом писал, повторюсь, прошу прощения. Я тогда инспектором по делам несовершеннолетних работал. И мне было очень, меня заставляли этих детей, которые уходили из школы, выгоняли школу, надо было трудоустраивать. Мы просто вот давили сверху там начальство с управления. Давай устраиваем. А куда их устроить? Приходишь, не идти нельзя, на власть нельзя, там режимы, в бои нельзя. Вот приходилось там ферма Роса, там еще куда-то, строительная организация. А я как инспектор приходил к руководению предприятия, они говорят, а кто ты такой? Я понял, что вот если будешь депутатом, то можешь решать эти проблемы. Я стал депутатом. И вот покойный Иван Георгиевич Курбатов, он был руководителем Роса, он мне когда встречался, он все говорил, «Алмазов, я помню, как ты стал депутатом, ты мне всех молодых проституток взялся, все города собрал и запихнул в первую Роса». Но зато я решил свои проблемы. Это у меня была проблема в 1993-1993 год. Потом задачи стали меняться. Кто-то идет, конечно, чтобы самоутвердиться. Потому что, понимаете, у нас еще сложился такой депутат, о, депутат. вот там детская передача была. Он вижу, что он геморрой. Я вижу, что он геморрой. Кто такой депутат? Он все решает. Он все там и так далее. Он-то некий такой светоч. Понимаете, вот. На самом качестве депутата он не такой светоч, он нормально. Просто папа Карло, который Паша с работы приезжает, у него дома проблемы, на работе проблемы, а еще надо жителей принимать, проблемы жителей решать. Папа Карло. Но кто-то хочет самоутвердиться. Кто-то может быть думает, что статус депутата он получит, может быть, он на работе будет меньше проблем с начальством. Это все разное. И в душу кандидата не залезешь, его не узнаешь. Он может одно сказать, на самом деле другое. Понимаете? Вот когда он поработает, он его изберут, он придет, сядет к нам за стол, вот мы посмотрим там одно, два, три заседания, будет сразу видно, зачем он пришел. Если нет, будет от него только ли. Но уже поздно, он получил депутат. Финанский вопрос нас интересует. Кто вообще может увеличить заработную плату, потому что все-таки совмещать, на двух стульях не усидишь. И этому этой работе нужно убегать. Фокус внимания должен быть, я думаю, что в одно место просинцентрировано. Ну, я вот еще говорю, в Сети депутатов у нас два, по закону должно быть, может быть, два особо депутата. Глава города, он осуществляет представительские функции, он представляет город. Он ездит на совещание в Москву, мы так далее, встречаются чисто представительские функции. Ну, город уж надо кому-то представлять, да, вот. А люди постоянно, каждый год, там, делегации, китайцы, ну, там, губернатор, там, представители и так далее. Он занимается этим вопросом. Он подписывает договоры, соглашения, заключение по братьевнической связи и так далее. У меня есть заместитель Сорокина Николая Петровича, который курирует, работу с этой депутатом организует непосредственно, вот, ежедневно. Он за это деньги получает. Остальные депутаты работают на общественных началах. Ну, я депутат, я на технической работе, не муниципальный служащий, у меня, вот, я говорил, я ведущий консультата, я занимаюсь служением. Ну, оказываю юридическую помощь тем депутатам, которые приходят, избирателям. Остальные все на неосвобожденной основе. У меня компенсация, мне платят, помимо моей небольшой зарплаты, которую получаю как технические работы, значит, я получаю компенсацию три, по-моему, пятьсот там вообще-то рублей там. Вот для чего она мне нужна? Ну, во-первых, она мне нужна для чего? Для того, чтобы, во-первых, мобильный телефон, достаточно много приходится по мобильнику отвечать, это первое, вот на эту боль. И вторая, сейчас очень большая, большая сумма, практически, на что уходит из моей компенсации, это на оплату такси. Проект. Вот, проект такси, да. Потому что у меня вот своей машины нет. А может быть, у многих депутатов есть, но они тратят бензин. Собиратели позвонили, он бросает и едет куда-то встречаться там с избирателем, там еще в микрорайон свой округ и так далее. То есть, либо бензин, либо такси. Я вот на работе сидел до последнего, потом вроде освободился, смотрю, опаздываю к вам на передачу. Вызвал такси и приехал за пять минут. А каким такси использовались? И как вообще? Ну, вообще, обычно я 003 или 004, да? У нас просто есть приложение, у вас как реклама, смартфон. Хорошо, потом запишите мне, хорошо. Ну, да, можно просто позвонить 76-й. Ну, это просто приложение. Рекламой заниматься не будет. Вот поэтому у меня вот эта компенсация уходит на это все. И мне как бы депутатской компенсации хватает. Я думаю, что и остальным депутатам хватает этой компенсации. Вот, в основном, я говорю телефон, иногда бывает на совещании в Санкт-Петербург приходится ездить. У нас проезд в автобусах не бесплатный. Поэтому мы своего кармана платим те, 190 рублей закроют. Вопрос, зачем? Понимаете, вопрос-то в чем? Вам нужно кормить семью, так и всем депутатам, и кандидатам, которые есть. И вот станет выбор оплатить туда и решить вопрос вот из этих 3000. Вы правильно говорите, душа депутатов не при чем. Они абсолютно не при чем. Я еще раз говорю, просто есть большинство очень активные люди, которые просто идеи, но я тоже активно у меня позиции. Идите в кандидат, депутаты. Я бизнесмен, и у меня стоит выбор. Я приду, я потрачу, условно говоря, самое дорогое в жизни. У нас куча бизнесменов. Два-три раза недели встречаются. Обычно с заседанием совета депутатов у нас раз в месяц, обычно раз. Два часа депутата, да? Плюс обычно каждый депутат двух комиссий состоит еще заседание комиссии, плюс часто приходится приезжать на какие-то совещания, встречи, публичные слушания и так далее. И плюс назначают встречи с выбирателями. Сколько вас уходит по времени часов вот так вот за месяц? Я еще раз говорю, я там постоянно сижу в баре. А у тех депутатов, которые работают на неосвобожденной основе, на предприятиях, я их по крайней мере вижу, предполагаю, что в неделю он в два раза появится в неделю. Ну, минимум по часу. Ну, минимум по часу, да. Ну, наверное, в среднем в неделю уходит, наверное, трудно сказать, в зависимости, кто как относится к своей работе. Ну, часа 4-5 уходят в неделю. Я понимаю, что 20 часов, так вот, ну, за 20 часов можно много чего-то сделать. И просто у человека будет приедет выбор. Без каждого должен решаться. Ну, у каждого есть стоимость часа своя. Вот я к чему привожу, потому что компенсация не потому, что там не такой очень хочется. Я за то, что все-таки депутат, вы правильно тогда сказали, что вас тогда занимались беспризорниками, так сказать, вот эта работа. Но это же сколько устроили людей? Люди получали зарплату и там получали даже участковые получают зарплату. Все получили зарплату. У нас был один период, когда было 10 депутатов и там фактически, ну, как-то руководили предприятия пошли. Там был Могинский, там был Василенко, там был Лебедев, там был начальник ЦМСЧ, начальник милиции. Руквали такого уровня. начальник директора СУС и там далее. Не буду называть фамилии, но один из них говорил, ребята, ну вот что мы дискутируем тут, что мы обсуждаем этот вопрос? У меня одна минута, один доллар. Давайте решать быстрее. Но тем не менее, он пошел, потому что знает, что надо заниматься. Но я еще раз говорю, да, идет ваще. и это работа, да, люди теряют. Вот мы до встречи говорили, по-хорошему понятно, что каждым делом нужно заниматься профессионально. Не может депутат заниматься таким серьезным делом, как решение городских проблем на общественных началах. Это вообще не работает. Я с вами согласен, что любым делом нужно заниматься профессиональным. Занялись бизнесом. Значит, вы занимаетесь бизнесом, у вас все получится. Будете разбрасываться на два фронта, вы можете и там потерять, и там потерять. Так что и депутат сам. Понятно, что раз ты депутат, ты должен работать профессионально. Но поймите, какая ситуация. Вот, например, депутат. Он, к примеру, работает директором школы. Директор школы пошел к депутатам. Он отработал четыре года профессионально столько лет. Через пять лет прошли выборы, его не избрали. Куда им деваться? Не, мы так говорим не то, что на сто процентов обеспечении. Мы говорим о том, чтобы заниматься проблемами жителей на этот период. Нужно, например, чтобы он отработал четыре-шесть часов, а остальное время он уходил и непосредственно посвящал себя депутатской работе. Вот это уже компенсировалось не три мастера тысячи рублей, а чуть больше. Нет, я вот еще раз говорю. Значит, не надо путать вот у вас тоже путают постоянно заработную плату с компенсацией. Это вещи совершенно разные. Депутат, который работает на неосвобожденной основе, согласно трудового законодательства, не может получать заработную плату. Это не может называться заработной платой. Потому что совет депутат не его, он работает, это не его рабочее место. Он не нанят на работу по контракту. Он исполняет на общественных началах. Это депутатская компенсация его расходов. Потому что так или иначе, работая депутатом, он вынужден тратить свои личные деньги. Понимаете, вот как я на такси, например, на телефон. Если бы он не работал депутатом, вот эти три вещи не потратил бы. Он бы там принес бы жене, жене цветы бы каждую неделю покупал, букет. ромашки хотя бы. Да, ромашки. Но ромашки полевые можно... Я знаю, что он работает, тратит деньги на телефон, на такси мотается, еще куда-то в Питер ездит на какие-то совещания, на учебу и так далее. И жена каждую неделю не получает этот букет цветов. Поэтому компенсация идет за это. Вот ты занимаешься вот эти три тысячи мы посчитали, что я его доставлю. Три тысячи. Но это еще раз говорит, это не заработная плата. Это чисто компенсация. Как только бы мы написали заработную плату, нас бы прокурор сразу взял бы зашил. Он у нас прокуратура очень жестко контролирует. Надо парамет как бы ну вот просто мы говорим на то, что все упирается прокуратура закон-то поменяется тогда надо. Ну вот когда вы меняете закон, тогда будем так об этом надо говорить, мы сейчас и говорим. Ну почему так поднимаем этот вопрос. С одной стороны понятно, вот есть человек, скажем так, вот какое-то количество людей там в округе выбрали и поставили его главную. И вот он действительно озвучит проблемы этого округа. Все это замечательно. А мы говорим о том, что проблем очень много. Этому человеку, от которого зависит жизнь вот этих трех тысяч, ну хорошая жизнь скажем так, этих трех тысяч, получается ему компенсирует очень мало. хотя он должен например заниматься очень многими вопросами, правильно там глубоко это все дело копать, разбираться, тратить время, чтобы довести это до его заключения. Вот человек, который приходит с нуля, ему надо полгода минимум для того, чтобы вообще просто вклиниться в это все это дело и разобраться. и таких вот проблем сплошь и рядом и о них надо заявлять, что этого не хватает, эти компенсации или зарплата, что-то должно быть, что-то должно поменяться. Также, взять вот проблемы, они везде. У нас просто в стране бюрократическая система управления. Ее нужно менять, менять, как бы эволюционировать во что-то другое, чтобы сами жители не просто требовали, но и принимали во-первых и непосредственно участие в том, чтобы менялся облик самого этого обрака. А то получается перемыкли, что депутат должен сделать, глава администрации должен сделать, а сами-то ничего не хотят сделать. То есть, может быть, я так как бы утопию говорю, но порой может быть жителям что-то надо действительно и вкладывать такую вышечку дополнительно, кроме того, чтобы там кроме сборов и налогов для того, чтобы улучшить. Вы знаете, вы тут затронули очень важную тему активности жителей. Жители те же самые избиратели. Житель, которому 18 лет есть, равно это тот же самый избиратель. Активность очень низкая. Можно решать проблемы своего дома. В Жилищном кодексе написано избирайте своего дома, назначайте человека и выкручивайте все живые заправляющие компании, которые послуживают в доме. Люди не хотят проводить собрания, избирать кого-то. Допустим, вас предложат, что вы скажете, да у меня я предприниматель, у меня там куча дел, я не пойду, не хочу, пускай там бабу Машу сберут, у вас каждый день на скамейке сидит, пускай ее избирают, не работают. Там скажут, да у меня же дорога слабая и так далее. То есть активность очень низкая. Вот призывают, призывают, вот кандидаты приходите на выборы. поменять, ну смотрите, я понимаю, что призывать, просто смотрите, для того, что может быть сейчас у всех, ну у многих людей скажем, как гаджеты, даже у бабушек есть там планшеты, все это есть и они в интернет ползают. Так что, может быть, как-то вот эту, не то, что ее упростить, а как-то дать то есть точнее сайт депутата этого округа, где у него просто там маячки его проблем, да, то есть и каждый житель знает, что он может написать как приемный прямо сразу же, да, и вот висит вопрос там, чей-нибудь там кого-то приемный времени, он там отвечает на него, да, и все это происходит скажем так в режиме онлайн. И благодаря вот этим ресурсам, я почему, у нас просто нету, у нас в городских округах ни одного нету депутата сайта личного, а почему спрашивается, это вот понимаете, у меня вот телефон, да, то есть и все мои, вот я занимаюсь бизнесом, у меня все, я вообще все стараюсь перенести в облако, да, в облочное пространство, то есть чтобы через сайт, да, то есть все решались мои задачи, все процессы, я управляю через телефон, через сайт, у меня все очень хорошо получается, и я считаю, что если бы у каждого депутата в каждом округе был бы сайт, чтобы каждый депутат, да, то есть ну, чтобы поддерживал администрация, на каждом подъезде была информация, что это сайт именно вот этого округа, и тогда люди бы заходили, и если бы нужно скопилироваться, это же поднимет активность, я вот к чему, то есть это реализация, это вот это понятно, у меня встречка вконтакте, пожалуйста, я там телефон, есть номер телефона, я везде всегда говорю, что вот номер мой мобильный такой-то, звоните, на звук у вас там человек, где-то стало сто, сто, а наоборот 24 тысячи вконтакте зарегистрировали, вот я к чему говорю, да, мне сейчас спорят, а я к чему говорю, вот я к вам ехал, стоял у мэрии, вызвал такси, такси долго не было, такси сказал, что кругом красный, сегодня день такой, красный свет, и мне вот позвонил, написал вконтакте мужчина по поводу красных партон-13, детской площадки, вот я ему прежде чем сидеть в такси, я написал, что я постараюсь разобраться, что делать, я хочу сказать, что когда люди захотят что-то решить, они найдут своего депутата, найдут, 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 вопрос, либо не хотят, либо не интересно, либо еще что-то, либо знают, что депутат не решит, и так далее, может информированность не смогут, в союзе, не знаю, ходов, но я раз говорю, что при желании, при желании, каждый сможет найти своего депутата, и так далее, это вот точно не сможет, я почему говорю, ну, я вообще очень такой, сейчас, да и давно уже, пройти не контакт, почему, потому что контакт, это свалка, свалка, это не пустые слова, дело в том, что, когда вы размещаете, что такое пост, вот вы разместили информацию, в большом, ну, как бы, большой-большой свалке, то есть, и тут просто исчезает куда-то, то есть, он не структурирован, вот это самое главное, не структурирован, сайт позволяет структурировать, и показывать реальные проблемы, то есть, он работает совершенно по-другому, это деловой, персональный, значит, можно перебить, вот смотрите, представьте, лев, да, взбериться, он вырос там, да, в своей клетке, он, кроме своей клетки, и дальше ничего не видел, вот так же у людей, и туннельное мышление, они просто не знают, что вот это можно сделать, тут есть какой-то человек, который занимается их проблемами, телефон, почему нет каких-то табличек, у вас депутат такой-то, да, вот он может в подъезде, ну, так, инфотаблицы, вот эти, как сказать, ну, наверное, вы правильно, правильно поставили, так скажем, позвучили проблему, да, реализация просто, поднять активность, я думаю, что, наверное, безусловно, вот, в первую очередь, тем депутатам, которые работают, через два года придут, тем более, более молодым, не в моем возрасте, а молодым, действительно молодым, продвинутым в этом деле, наверное, им это надо взять и поставить пунктом номер один, мы, кстати, умеем с этим делать, да, да, значит, то есть, вот это все, все там, скамейки, там, деревья, там, ямы, это где-то, начиная со второго, а первым пунктом, это наладить нормальный контакт с избирателями, это пункт номер один, самый главный, самый, вот я и говорю, сейчас, благие инструменты позволяют, да, сейчас все позволяют, чтобы у нас не получалось так, что люди ходят, бегают, значит, перед поездами, так сказать, чуть ли не хватает за руку своих избирателей, приходят на выборы, а на выборы приходят все 10%, кстати, вот, если насчет этих выборов, как бы, вообще, как бы, интересная может ситуация получиться, дело в том, что активность очень маленькая, кто на выборы приходит, голосовать за кандидатов, либо пожилое, так скажем, ну, если прямо так говорить, да, пожилое поколение, которые привыкли голосовать, но которые знают, как еще, в прежние времена было, до 90-го года, если ты не проголосуешь, тебе звонок поступят, скажут, а почему бы не пришли голосовать, ну, ты не знаешь, что они не хотели, почему бы, не хотел, есть такая категория людей, пожилых, которые уже привыкли голосовать, они уже, а сталинские, если ничего не происходит, если ты не голосовешь, то тебе может быть очень больно, я помню, раньше было, это да, я еще раз говорю просто, это первая категория, и вторая, это вот группа поддержки кандидатов, где-то ходит, 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 агитирует, там, потом начинает, взывает, ребята, приходите, поддержите меня, друзья, товарищи, да, друзья, товарищи, вот эти две группы приходят на выборы, остальных начинают агитировать, нагибать, там, вот один, писал, я не знаю, кто-то писал, там, вдруг раз, раз, и там, разразится, если я услышал, кто-то придет ко мне в квартиру, меня разбудит, и так далее, но таких нет смысла поднимать, и беспокоить, вот этот человек придет на выборы, что он там будет делать, я не представляю, за кого будет голосовать, это, и вот если таких людей поднять, которые не готовы, не знают, за кого голосовать, они просто придут, это будет, ну, как в электронике говорят, некий белый шум, то есть, когда вот голоса равномерно их распределяются, он на бум ставит гадушки, выгод закрывал, и вот это все распределяется равномерно, а побеждает тот, у кого есть поддержка, кого поддержит группа поддержки, поэтому группа поддержки, это самое главное, а сложность этих выборов в чем, то, что они совмещены с выборами в более высокий уровень, а практика, статистика показывает, чем выше уровень выборов, я имею в виду федеральные, региональные, и муниципальные, тем больше явка, то есть, люди пойдут на выборы, большинство, на выборы депутата Госдумы, они придут на избирательный участок, а им вручают дополнительный бюллетень, в котором там стоит, Иванов, Петров, Сидоров, а это что такое, а это вот до выбора нашего депутата дополнительного, они по выбору Госдумы знают, а про местные их ничего не интересует, явка на федеральные, как правило, 50-55% по статистике, но сейчас дополнительно, сейчас может быть поменьше, региональные это 30-35% по нашему городу, а местные это где-то 15-20%, не больше. И вот эти люди, которые придут голосовать на федеральных выборах, они многие будут не готовы голосовать за муниципальные, и как они себя поведут, непонятно, то есть, либо это как белый шум, шум равномерно разделит свои глаза, либо может выскочить, может быть, все что угодно, вот поэтому, как бы, если бы мне сказали, вот кто победит на этих трех округах, я бы не за что не хотел поделать прогнозы, с учетом того, что совмещение выборов. А вот подобный опыт, как вот мы сейчас собираемся, да, вот у вас был, что вы вот так вот сидели, и просто вот час-полтора, вы можете рассказать, вот всю эту кухню подноготную, было вот такое за все время, проводились вот такие вот мероприятия, и как вы вообще к нашим вот этим трансляциям, добровольно примените, я хочу сказать, вот сразу хочу сказать, что жители ему что-то думают, вот вылез, малую там ПСТВ показывал, только еще сюда пробрался, значит, вот сразу хочу сказать, я к вам не напрашивался, вы мне сами позвонили, и попросили, ну предложили, потому что, я думаю, что у меня отношение к СМИ такое, я никогда не отказываюсь, если люди говорят, что им нужно, то ли это газета, то ли это значит СТВ, то ли еще там, то ли ваш там ресурс, если люди говорят и просят там, ну, чем-то разобраться, я никогда с МИ не отказываюсь, единственное, что у меня был такой вопрос, что изначально, что давайте не будем говорить о выборах про персоналя, не будем раскладывать газету «Маяка», и говорить, вот этот кандидат, вот хороший, это вы знаете, это вы не знаете, чтобы не повлиять на футбол. вот, а так, ну, пожалуйста, вот, я пришел, сказал, задавайте любой вопрос, если бы меня пригласили, мне общаться не было, может быть, здесь идет кто-то другой, ну, благодарю, что вы прошли, потому что, ну, это честь, я никогда не отказываюсь, поэтому, когда, безусловно, приходилось много участвовать в дискуссиях, и там, и в различных круговых столах, где только интервью давать, и на телевидении, там, везде, и на радио, еще раз говорю, я никому не напрашиваю, но если кто-то просит, я никогда средством массовой информации не отказываюсь. Давайте сейчас немножко, да, давайте давайте посмотрим, по вопросам. Так, какие предложения, сейчас, секундочку, да вы диктуйте, какие предложения по улучшению городских условий будут рассмотрены в ближайшее время и после выборов? Рассмотрены где? Какие предложения по улучшению городских условий будут рассмотрены в ближайшее время и после выборов? то есть, вот сейчас, и что? Хорошо, вот то, что у нас, как бы, то, что у нас в городе, у нас в городе запланирован ряд мероприятий, как бы, ну, которых мы еще не знаем. Нет, нет, они уже заложены, в частности, вот площадка по, это освещение строительство пешеходной дорожки от дома, например, 11-2 до школы 3 там дети ходят прямо по проезжей части а там движение там где ТАПАС это вот наш депутат Довин Степан проливал 2 года кстати, вот там Товарищ Шишкин, по-моему, критиковал что обещал в 14 году Сейчас ему отрастить сначала денег не было на проект нашли проект, в прошлом году проектировали сделали проект, согласовали, все сделали в прошлом году занимались в этом году деньги есть на на строительство дорожки строительство дорожки потянуло за собой освещение этой дорожки освещение этой дорожки потребовало освещений и ближайших портал, потому что это единая система проектирования и так далее. Вот этот куст весь освещается, дорога ставится и так далее. Вот это то, что по бюджету. Плюс должны в этом году сделать площадку, значит, вот на Дюне, где раньше Вигуан такой ставил, а это в третьем районе. Там такая Дюна, это красных фортов, ну, недалеко от перекрестка у Галактики. Там на Дюне раньше стоял такой Вигуан. Там должна была детская площадка. Деньги ему выбили, там администрация хотела 4-3 миллиона на дорогу, на ремонт. Бились, бились, бились насмерть, значит, короче, отставили эту площадку депутаты. Включили бюджет, в этом году должны сделать. Право, там администрация немножко заортачилась в этом плане, какие-то проблемы возникли, но мы жестко поставили депутатам вопрос, и на ближайшее время... Я и Воскресенская, она на стыке наших двух округов. Мы вынесли в Совет Депутатов вопрос о том, чтобы администрация отчиталась, почему она не хочет или не выполняет то решение о бюджете, которое предусматривает строительство. Ну, это как бы... И очень много таких вот мелочей, которые запланировали. Кроме того, мы получили деньги, насколько я понимаю, из области 50 миллионов дополнительных на развитие, на программу развития, как бы, как называется, комфортной среды. Значит, эти деньги дополнительно пошли, значит, деньги направлены будут на освещение. Значит, две дополнительных детских площадки, это Комсомольская 25, плюс Космонавтов 24, там такой угол, там нет вообще детских площадок. И, значит, на некоторые другие цели пойдут. То есть, кроме того, вы, наверное, слышали, что город выиграл, Град, он занял первое место среди муниципальных образований Ленинградской области. По социально-экономическому развитию. Дополнительно 8,5 миллионов рублей. Сейчас администрация будет думать, куда еще дополнительно эти денежки выбросить. То есть, меньше не выбросить, а направить, да? Вот это все идет. Кроме того еще, может быть такая ситуация, за что у нас очень часто ругают, совершенно справедливые жители. Часто бывает в городской области, там, область раскидает деньги, например, на ремонт дорог. Ломоносову, Киришеву, Сосновому Бору, там, по 20 миллионов, на ремонт труб сетей. А какое-то муниципальное образование вдруг не сможет зарасходовать деньги. Какая у них там проблема, например, в Подпорожье? Ну, почему-то вот у них они не смогли эти деньги использовать. Область говорит, ребята, это федеральные деньги, их надо расходовать. Так, кому забросить? Давайте Сосновому Бору. И принимается в сентябре решение, то, что не смог зарасходовать Подпорожский район, 20 миллионов, бросается с первым снегу дорогу. И Сосновский думает, так, допустим, глава администрации, что нам делать? Если мы возьмем эти 20 миллионов, а их надо брать, мы отремонтируем эти трубы. Но мы будем ремонтировать их до 31 декабря. Вот как в прошлом году было. Брать или не брать эти деньги? Можно отказаться от этих двух миллионов, но мы не отремонтируем трубы. Если мы возьмем, нас жители будут рвать за то, что мы, ну, как идиоты, асфальтируем перед Самым Годом или ремонтируем трубы перед Самым Годом. И, конечно, ну, деньги есть деньги, конечно, мы берем. Поэтому у нас возникают такие часто проблемы, когда смотрят и говорят, ну, что там совсем больные сидят. Они асфальтируют, уже снег выпал, потому что 20 сантиметров слоя, они все асфальтируют дорогу. Они там трогают, понимаете? Потому что вот дилемма. Брать деньги или не брать? Ну, а брать-то хочется, но... Хочу сказать огромное спасибо, что приедете сюда. А деньги целевые, их нельзя направить там на премию. Эти деньги целевые. Это именно на ремонт дорог. Потому что федеральные денежки. Потому что перед Российской Федерацией придется отчитываться перед Путиным. Там дало правительство Медведев, дал там миллиард. Как вы, все ли вы на дороге, либо куда-то на премию направили. Целевые деньги. И поэтому никуда их, кроме дорог, не направили. Пора уже не смогло их израсходовать. С основным бором кинули. Вот так вот. Ну, что ж, да, поплачем все. Можно вопросик, да? В прошлый раз я задавал кандидату, да, вопрос о том, какие бы вы, вот как вот человек, который, да, вот, занимается, да, какие бы вопросы вам хотелось слышать от людей? Может быть, ну, вы считаете, что это, ну, ерунду спрашивают люди? Может быть, что-то есть более важное? Более стратегическое. Да, о чем сейчас нужно говорить? Значит, вот у избирателей всех разная проблема. Сколько у людей, столько и проблемы. Их спектр совершенно не ограничен. Вот если взять, например, вот между чем и чем, чтобы вы поняли, вообще вот какой спектр вопросов по проблемам угрожал, я всегда на этот вопрос отвечаю, привожу две крайних проблемы, которые поставили передо мной мои избиратели за период моей работы. Первое. Это самые такие вот спасти мир. Это самое крутое. В прямом смысле, да? Значит, там, решить экологические проблемы, там, с прониковым эффектом и так далее, либо, например, разминировать всю Ленинградскую область в течение года, да? Это вот один спектр проблем. И второй проблем, вот, нижняя планка, это когда одна мне избирательница обратилась и сказала, письмо прислала, значит, верните мне нового мужа, который от меня ушел, и живешь с женщиной в Ломановском районе, если вы это не сделаете, я на вас пожалуюсь, и у вас снимутся работы. То есть, вот спектр вот этих всех проблем... Вот в следующий раз я буду такой вопрос задавать. Дрителю Гарину, господа, Дрителю Гарину, это, кстати, занимается. Вот, то есть спектр, все что угодно может быть. Но я хочу сказать, что, понимаете, вот, есть проблема глобальная. Есть. Вот когда нужную дорогу через весь микрорайон, и все будут довольны, что дорога прошла. Или там, например, есть мусорные контейнеры стоят в микрорайоне, как вот у меня в округе возле комсомольского космонавта В-6. Там три-четыре мусорных бага стоят, и все жители, близлежащие, сносят туда. Это микрорайонная проблема. Там света нет, там... А есть проблема одного конкретного жителя. У каждого жителя, кроме вот таких общеквартальных, есть свои проблемы. Вот он приходит, плачет, у меня проблемы с жильем, у меня в семье что-то плохо. И вот делить проблемы по важности на общегородские, и сказать ему, слушай, ну, я решаю, например, глобальный масштаб. Вот если там, допустим, в микрорайоне что-то сделать, вот приходи. А что ты со своей проблемой там идешь? А он идет, вот у меня дерево растет, оно выросло, и все время бьет мне, когда ветер, он бьет мне в окно, ну, я не могу спать, потому что я боюсь, что у меня окно вылетит, и так далее. Это частная проблема. Частного конкретного человека, но это тоже надо решать. Поэтому я еще раз говорю, нельзя отказываться от решения любой проблемы. Так вот у меня как раз вот по поводу частных случаев сразу же, да, возникает вопрос. Я уже начал говорить это, да, то есть порой не всегда могу, если много, да, то есть грамотно сформулировать. Так вот вопрос, да, ветки там, дерево стучат в окно. Все это замечательно, да, то есть, а чего ждать-то? Чего люди ждут? И вот просто вот, и, наверное, ну, я не знаю, кому-то там, да, легче позвонить, пожалуйста. Либо, может быть, как-то это решить самостоятельно. То есть люди у нас не самостоятельны. Они привыкли, чтобы что-то... Чтобы что-то на дерево перелезло. Да, 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 у нас привыкли в авторитарной вот этой системе управления, да, то есть когда вот есть директор, есть начальник, он на себя принимает все удары, он для всех все решает. И так вот это принято, спрятаться за кого-то, чтобы прийти и решить самостоятельно. Ну, я вам сразу хочу сказать, что... Это как вот банка, я еще раз всем говорю, взяли, купили баночку краски, кисточкой покрасьте и начините красить. Уже не первый эфир, третий эфир смотрите. Завтра еще и покрасим. Идите покрасьте завтра. Я хочу сказать, что вы, вот на мой взгляд, вы глубоко ошибаетесь. Можем ли. Я не спорю. И почему? Потому что вот проблемы возникают, кто приходит, большинство с лишними проблемами, это пожилое поколение. Это люди приходят, которые всю жизнь жили в старой системе. Но проблема-то она была, может, и раньше. Вот молодежь, она, как правило, не приходит. Она, вот как вы говорите, сами решает свои проблемы. Сами решает. Это вот до пенсионного возраста. А не защищены люди вот пенсионного возраста, когда от них дети уехали. Вот уехали куда-то, остался пожилой человек. И он не знает, кому обратиться. Вот сейчас живет в многоэтажных домах, квартирах. Там соседи даже не знают, кто вот рядом живет, там за соседей стенкой, кто живет. Люди как-то сами вот, сами по себе. Ну, кому в данной ситуации обратиться? Вот к депутатам. Не, 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 я почему здесь вот, я сказал, что в туалет не буду, да, ну, ладно, я же подходит. Вот есть такой случай, да, по поводу того, что надо ждать чего-то, да, и кого-то просить. Совсем недавно, наверное, в том году, мужчина-инвалид на коляске выехал, и ему мешал бордюр. Он след со своей коляски, да, взял кувалду и разбил этот бордюр. Ну, просто он ему ездит там, да, болит. Вы помните, данный случай был год назад. То есть вот человек, не то, что, да, его достало то, что не решается, с одной стороны, но с другой стороны он взял, да, то есть вот показатель силы воли человека. Не жди, когда кто-то за тебя сделает. Никто никогда не сделает, да, но если сделают, то может быть какой-то там последователь, какой-то там в очереди ты будешь там стоять. Да, сделают, но может быть это уже путь неактуально, а чего ждать-то? Я к тому, что люди должны научиться быть самостоятельными, это важно. Можно маленький примерчик? Да, давай. Одна из самых сложных проблем, которую приходится депутат решать, одна из таких мелких, кажется, поставить скамейку у подъезда. Вот это вроде, кажется, проблема... Фигня, да? Да, ну что там, ну, поставил скамейку. Одни говорят, да, поставьте, нам вот, вышел из дома, посиди, это пожилые, ну, понятно все. Поставили скамейку, назад трое сломали, отремонтировали, опять сломали. Почему? Потому что там стал собираться криминоген и контингент. Во-первых, молодежь курит там, дым идет в квартиры. А вот это мы уже говорим, к статемическому, да, да. И может все это все дойти до войны между жителями дома. Может, да. Одни, за то, чтобы там эта скамейка была, другая, они... Вроде какая-то мелочь. Да, вот, глобальная. Сколько пограничных конфликтов? Но сколько может породить конфликт, ссор? Вот этот мелкий, как бы, козловный вопрос. Я, вот, как бы, понимаю, что время идет к концу, вот, наверняка там многое вижу, что там написано, да. Сейчас мы вопросы прочитаем, да. Я просто хотел бы сразу реплику маленькую сказать, что вот не надо то, что я говорю, как бы, принимать в качестве истины последней инстанции. Это чисто мое мнение, чисто моя позиция. Был бы на моем месте другой депутат, может быть, он бы по-другому говорил, но я говорю со своей колокольной. Поэтому наметом, не знаю, без очков не ищу, бы слишком, ну, мне нахуй на ищет. Просто, просто, просто примите в моем видео, таким, как он, какую оно здесь. Вот, видите, вам лайки ставят. Да, лайки пошли. Вы, может, если что туда говорите. Это мы сейчас, как бы, да, чем-то в эфире. Ну, давайте, да, кстати, по лайкам, да. Там кто-то у вас там курит? Нет, нет, нет. Елена Шукурова спрашивает. Между новым банком, бывшим на Героях 22 и домом, вырубите лес и сделайте нормальную дорожку. Кто там по этому округу? Люди с колясками, можно ноги переломать. В квартире в теме со стороны улицы старца первого подъезда. Ну, как-то кто-то... Между новым банком? Да, вот, в котором был Героям 22, длинный дом, есть Арочка, вторая арка. Да. И там раньше был банк. Сейчас там что-то строит, и я так понимаю, что... Героям 22, насколько я знаю, это Севадед, Антон Павлович у нас депутат. Я думаю, что он сейчас смотрит и, безусловно, возьмет на заметку. Если ему нужно, то какая-то будет помощь, и нух. Да, то есть, кому еще раз нужно обратиться? Севадеда, да. То есть, это его вопрос? Солнечный 22, правильно я по-моему? Нет, Героям 22. Героям 22. Ну, по-моему, это тоже его, да? Да, 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 да. Так, когда будет Ледовый дворец, капсула новая готова уже 8. Я не могу сказать, когда будет Ледовый дворец, но очень мечтаю, чтобы он был, потому что... А можете немножко прокомментировать? Я понимаю, должны были, чтобы ЛС построил, да, или нет? ЛС никому ничего не должно. Значит, город... Но не заблуждаются, что должны. Город очень хочет построить Ледовый дворец. Зачем? Я неоднократно... Нет, нет. Или нет? Неоднократно проводил опросы сам, и вот мы опросы проводили в Совет Депутатах. Ледовый дворец – это обед, который находится в приоритете. Большой процент желает, чтобы у нас в городе был Ледовый дворец. И понятно совершенно, почему тут, я даже не буду говорить. Но это очень дорогостоящий обед. Значит, я уже вот говорил, мы касались той темы, что вот из двух миллиардов рублей, где-то две трети, порядка полтора миллиарда, это идет на, так сказать, защищенные статьи. Это заработная плана, там и так далее. А на развитие остается очень маленькая часть. Которых хватает, вот на ненужную область. Которую детскую площадочку поставить, там еще трубы отремонтировать – очень мало, мизер. И вот на эту часть взять и ничего не делать, не строить ни детские площадки, ни асфальтировать, а взять и построить Ледовый дворец, который стоит... Опять так мы ничего не будем, ничего не видим. Наверное, миллионов 300, волейбольный центр сколько у нас, 800 миллионов? 800 миллионов область выделяет нам. Ледовый дворец, ну, думаю, она, наверное, полмиллиарда нам такую не сделает. А откуда деньги взять, вообще? Значит, надо договариваться с областью. Надо добиваться так, чтобы область нам в порядке софинансирования выделила какую-то часть. Просто я... Город, часть, часть область. Можно с Росатомом договариваться. Когда они приезжают, надо... Они нам очень помогают, Росатом. Почему? Да, они помогают. Просто вопрос... Тут такая вот ситуация, получается, да, с Росатомом, что где-то, может быть, в начале года или там в конце кого-то, да, кто-то присылал какую-то такую тему, что получается, что с Росатома станция, да, руководство там приезжает и, скажем так, немножко пиарится на их дома дворце. То есть вот такое было, то есть как-то даже приходить... Купил нашлет, а был такой... Ну, я... Не то, что это мое личное мнение, там, да, то есть вопрос, чтобы такое приходило, что вот как бы кто-то там пиарится. Вопрос, получается, это в чем-то, что... Откуда деньги? То есть это как бы все-таки будут больше областные деньги, да? Я еще раз говорю, город не потянет. Не потянет, да. Поэтому доля гора это может быть 10%. Остальное это может быть либо федералы, либо регионалы, область, либо Росатом. То есть вот город не может себе позволить сделать такую же ошибку, как была 10 лет назад, когда сказали, купи мой лед, вот, ребята, там по рублю по два давайте собираться на Ледовый дворец. И люди с благими намерениями там передавали по рублю по два там кто сколько, надеясь, что Ледовый дворец построен. Нельзя так делать. Надо сначала... Не знаю, больше чем, Ледовую машинку-то хватило. Не знаю. Надо сначала, вот прежде чем принять решение о строительстве, я не говорю там, что проект должен быть, ну типовой проект можно найти. Надо прежде чем принять решение о строительстве Ледового дворца, людям, честно сказать, что мы сначала должны получить гарантии, что у нас эта сумма будет. Нельзя строить так, что в этом году мы построим фунданы, в следующем году мы построим левую стену, там через два года другую стену, и там через 50 лет мы крышу только залезем. Нужна абсолютная гарантия, либо от правительства, например, Российской Федерации, либо от Росатома, что вот если нужно 450 миллионов на этот Ледовый дворец, мы в следующем году гарантированно эти 450 миллионов дадим. Вот если такие город гарантии получит, что мы вложим свои деньги, плюс соберем сообща, вот эти деньги там муниципальные, то мы сможем сразу провести аукцион, нанять фирму, которая сразу одновременно выиграет контракт, заключить с ней контракт на 450, допустим, миллионов, и она нам в течение полутора лет построит этот Ледовый дворец под ключ. Вот пока таких гарантий нет, пока мы не смогли договориться с инвесторами, я не знаю с кем, на всю сумму вот этого Ледового дворца, мы только мечтаем об этом, мы это очень хотим, мы введем переговоры, мы там пытаемся кого-то напрячь. Ну говорят, нет, ну мы вам можем фонтан, допустим, поставить, мы вам можем там футбольные площадки возле школы поставить там за 30 миллионов, а вот чтобы потянуть там 400 миллионов, вытащить, мы вот так сразу не можем. Поэтому пока не будет решен вопрос, в полном отеле не будут деньги, конечно, мы не построим, но мы очень мечтаем, все вот начиная с Владимира Брониславовича и кончая с самым последним жителем, который живет в Старых Калищах, там у самой границы с Ломоносовскими. Мы все мечтаем, там у вас будет, смотрите, помните, сейчас, хотел спросить сразу же, еще же будет у нас конференция Владимира Владимировича, Путина, может ли кто-то спросит? Ну сейчас выборы, Владимира Владимировича пригласите спросить, у нас понарастающие все, да, то есть мы пробуем, мы завтра, почему-то пробуем, ну не, ну вы так резко, не перескакиваете с меня на Владимира Владимировича, вы какой-то там еще этапы пройдете. А вот вопросик такой, да, вот смотрите, вот спортивные сооружения, да, вот они направлены на оздоровление, да, там, медицинское мы не берем, что еще делается, да, из бюджета на оздоровление вообще, вообще генофонда, вот, например, там, борьба с алкоголизацией, население есть вот такое вот. Ну и раз вот мы смотрим, да, вот уже задавали вопросы, да, у нас заходишь в магазин, две трети витрины, это алкогольные яды стоят, да, по сути? Нет, нет, вот, конечно, это все есть, я сейчас просто не могу точно сказать, но, конечно, есть программа, которая все это поддерживает, и спортом развивает, и в школах все развивает, это есть. И вот наглядный пример, вот нас говорят, что мы же раньше площадки ставили по миллиону рублей, вот, современные, а сейчас площадки стали, нас говорят, откуда такая стоимость площадок, где-то так, по 5 миллионов, по 6 миллионов. А потому что мы приняли решение, ребята, давайте вот, мы если ставим детскую площадку, там, где дети будут играть, давайте мы в рамках этой площадки сделаем что-то для родителей. Поставим тренажеры, чтобы дети играли в песочнице, на качели, только на Ленинградской, на Красный Форд, да, там уже много таких площадок. Чтобы дети были заняты в площадке, а родители, вместо того, что там сидели и курили, там где-то рядом, они могли, раз, и покачаться на тренажерах, позаниматься. То есть мы приняли решение, что надо делать площадку, если делаем микрорайон, комплексно, для родителей, для детей. Мало того, и родители там занимаются, они же присматриваются и за детьми, и за этой площадкой присматриваются, даже взрослый человек, если там придет подросток какой-то курить, там, или обижать маленьких детей, он же скажет, ну, иди отсюда. Но у нас сейчас что-то даже нету, раньше это было. Раз сделали, поставили вместе с качелями спортивные тренажеры, значит, мы понимаем, что нужно каким-то образом, значит, и оборудовать. Появилось покрытие тартановое, значит, там, или какое-то, да, и все это удорожается. Естественно, поэтому стоимость площадки, она стала уже не, там, не миллион рублей, а стала уже такая... Ну, это перспективный, это перспективный, интересный подход. Ну, лучше потратить сейчас 4 миллиона, но зато сделать в микрорайоне, поставить в ветре вот такие площадки, чтобы и взрослые занимались, и дети. В прошлом году мы поставили за счет средств «Единая Россия», мы поставили в микрорайон 15 тренажеров спортивных, воркаутов, чтобы люди занимались во всех разных районах. В этом году, я планирую бюджет, миллион рублей выделен, опять же, опять же, на спортивные тренажеры. То есть мы вот, помимо того, что мы практически закрываем тему детскую, мы сейчас уже параллельно, у нас идет уже тема создания условий на Крыму для развития спорта. Это не спорт больших достижений, а человек видит, что там, раз в окно выглянул, смотрит, там сосед занимается. Второй раз посмотрел, кто говорит, слушай, пойду я тоже позанимаюсь. Взял один спортивный костюм, взял, покачался. Чтобы не было, чтобы соседкой не занимались. Да, это что-то, тоже профилактика, здоровое движение, профилактика, там, пьянство, алкоголизм и так далее. То есть задача совета, это не заставлять людей, не сажать их на брусья, там, да, вот. А создавать условия. Чтобы ты видел в окно, чтобы я тебя город сделал, я тебя поставил. Выйди только, оторви за, от телевизора, оторвись, выйди и позанимайся. То есть главная задача города, депутаты, создавать условия. А уж захотят, жители пользуются этим, захотят они приходить на выборы, голосовать. Это уже другой вопрос. Но главная задача сейчас создать условия, мы этим занимаемся. А посмотри еще, да, какие-то вопросы текущие. Вопрос такой, шумовые полосы у Титана превышают ГОСТ в два раза. Есть подписание прокуратуры устранить это замечание. Возвеные там. Извините за выражение, но на Гинске наплевал на всех горожан и на закон. Только не надо говорить о безопасности пешеходов, она не должна достигаться нарушением законов ГОСТа. Вот вопрос, я так понимаю... Я сразу отвечу. Прокуратура в последнее время очень заняла жесткую позицию. То, что здесь написано, наверняка не соответствует действительности. Если прокуратура определила, что есть в чем-то нарушение, то она вносит, естественно, представление. Если администрация не реагирует, то прокуратура очень просто поступает. Она просто пишет тосковое заявление в суд, и суд обязывает администрацию сделать. У нас в городе за последние три года появились все ограждения возле школы и так далее, возле детских садов новые ограждения. Освещение нас заставляют делать. Это не то, что инициатива администрации. Это все прокуратура заставляет, это все безопасность. Есть такой сайт Сосновборский городской суд. Вот откройте... Откройте вот этот, и вы там сразу увидите. Иск прокурора города к администрации. Обязать сделать то-то, то-то. Обязать сделать то-то. Обязать установить ограждение возле пешеходных переходов вдоль дороги. Обязать установить новые светофоры. Прокуратура давит просто со страшной силой, ну и правильно делает, потому что безопасность, дорога всего. Если они направили предписание, то обязательно они добьются исполнения. Ну то есть какое-то определенное время должно. Какое-то определенное время, просто город должен найти деньги там и так далее, сделать проект. Потому что установить шумовые полосы, это тоже нужен проект, безусловно. Это дорожная структура. Там ничего без проекта делать нельзя. Проект нужно согласовать с ГИБДД, с третьим управлением. Когда получат все согласования, тогда будут устроены. Это движение достаточно процесса. Но если прокуратура взялась за дело, она обязательно взялась за дело. Это можно не сомневаться. Так. Ну тут по поводу лося, то есть вопрос ставит. Какого у вас? Ну что, убили лося, да? Три года назад на территории, на территории НИИУЭП, убили лося. Убили лося, застрелили государственную проблему. У меня, как бы, некоторые там, не знаю, там есть такой товарищ, несколько товарищей, которые все время этого лося вспоминают. Значит, ну, я хочу сказать, что я как работник бывших правоохранительных органов, которые занимался дознанием, могу сказать следующее. Ну, любое преступление, в том числе и касающееся убийства животного, оно может раскрыться тогда, когда следственная группа, которая занимается этим, они выполняют все то, что должны делать, надлежащим образом. И, вот, наверное, след смотрите передачу, да? От качества работы оперативно-следственной группы, которая выезжает на место совершения преступления, от качества добросовестной работы. Зависит результат раскрытия того-либо преступления. Когда поступила информация о том, что там застрелили лося, значит, туда ни оперативно-следственная группа не выезжала, не зафиксировали следы, не осмотрели место преступления. Там мы потом с Александром Кириленко и из этой сохранной бои выезжали, искали следы от пуда. Ничего не могли найти. Поэтому... Короче говоря, надо было по горячим следам все это сделать, а они не сделали. Цены преступления... Я сам... Да давайте, чтобы еще посмеляться. Мне работники НИКИУЭП принесли шкуру лося. А вот он куда! Для кого лося так назначался? Простреленными отверстиями. Я с линейкой замерял себе отверстия. Снарядом лося. Нет, просто пуля там, не знаю, какая была. Составили акт, направили в следственное управление, чтобы провели раз-либо. То есть просто никто не хотел этим делом заниматься. Результат... Все доказали, что были упущены, и поэтому это был результат. Так, ну... Ну, в итоге, хочу сказать, преступления хоть и не раскрыты, но, по крайней мере, трое сотрудников, которые халатно от полиции отнеслись к этому делу, были наказаны в дисциплинарном порядке. Но мы услышали главное сквозь смех, то, что все зависит от оперативных... Да, которые первое время отреагировали или нет, правильно? Все зависит от... В любом деле все зависит от того, как человек добросовестно относится к своей работе. Это не только полиция. Во всех направлениях. Это и вас. Тем более лучше будет, тем более добросовестно относиться к своему делу, тем больше у вас будет подписчиков, тем больше передачи будут смотреть жители, тем больше будет вопросов у нас. Вопрос сразу же. То есть, почему опять стали расти лаки, которые портят вид города? Ну, да, в то время они были, потом было, скажем, такая воля извинения, в плане того, чтобы убрать их, потому что они действительно портят. И сейчас, я так понимаю, тяжелая экономическая обстановка, что ли, на результате разрешения? Ну, я не знаю, просто есть некая определенная государственная политика. Значит, о том, чтобы развивать местную... Мелкий и средний бизнес. У нас очень в городе, ну, наверное, все видели, что много городских сетей появилось, да? Значит, а вот они фактически съели мелкий бизнес. У нас раньше, в 2005 году, было бы много... Там не было безосновок, там кандыши. Ну, предпринимательство. Нет, давайте, давай. Вечернский. Ну, это... Ну, это... Предпринимательство. У тебя бы не было воды, если бы не предпринимательский интерес. Правильно? Так что... Вот. С сетями их не сравнить. Если предприниматель может в свой киоск, извините, затащить все, что угодно, даже то, что там не должно быть, да, то сети, это совсем другая письма. Туда вообще определенный товар может не попасть. Туда и фермер постоянно жалуется, чтобы продукцию... А сбыть туда не сбудешь, потому что у них свои договоры и так далее. Они не берут фермер. Душит из деревни, да, получается, село? Да, и душит. То есть, вот, понимаете, вот эти сетевые магазины, они душат мелкий и средний бизнес. А, вот, смотрите, я понимаю, да. И поэтому государство сказал, вот, ребята, жить примерно... Ну, я так усредненным. Вот у вас 60 тысяч человек, население в городе, вот мы вам устанавливаем норматив, у вас должно быть примерно там в 100 вот таких мелких объектов торговли. Это тоже европейский подход, там то же самое, да? Мелких объектов торговли, которые были бы наиболее приближены к горожанам, чтобы... А, где же... Это же это... Ну, чтобы... Регулировать, как бы так. То есть, государство защищает нишу предпринимательства. Но здесь другая проблема. Вот, вот, имеется-то в виду, говорится, что ларьков много. Кто-то говорит, что это хорошо. А то, что где они ставятся, как они ставятся? Вот в чем проблема. Какого качества ларьки? Да, вот, да. Просто надо иметь в виду, что ведь город, это земля, большой земельный участок. И вот на нем есть земельные участки, которые за муниципалитетом, муниципальная земля, да? Есть земля под квартирами, жилыми домами. Там управляет собственный. За муниципальную землю, землей управляет муниципалитет. Он решает ставить там, что можно ставить, что нельзя. А есть земельные участки, которые находятся в собственности. Вот крупные магазины у нас, выкупило УСБТ там или еще кто-то, вместе с земельными участками. Это их собственность. А закон говорит так, что муниципалитет обязан обеспечить определенное количество панорамативных киосков для востребованной продукции, но только на своих землях. Вот на нашей муниципальной. И мы ставим вот эти киоски-павильоны на муниципальных землях с учетом соблюдения интересов жителей. И мы учитываем, если жители против, то мы там не ставим, если это наша земля. А вот если эта земля находится в частной собственности, вот там Крым, например, вот эти магазины сетевые, они получают, это их земля. Они ставят там, и мы не имеем права влядь, потому что это их собственность. Их собственность. Сейчас, правда, появилась норма, где-то с 9 сентября вступает всего один пункт правил пожарной безопасности, о том, что временно вот эти сооружения, киоски-павильоны и так далее, это мы запрашивали Советом Депутатов Правительства Российской Федерации, получили официальный ответ, что вот эти киоски-павильоны являются временными сооружениями. Они по правилам пожарной безопасности не могут находиться ближе 15 метров от капитальных строений. А у нас часто наоборот, у Соснового Бора. Там магазин Сосновый Бор прямо впритык. Цветочные стоят, там два цветочных еще какие-то, прямо впритык. А правила пожарной безопасности новые, говоришь, 15 метров должен предупреждать разрыв к капитальному объекту. От капитальному строительству в любом. Магазин, дом и так далее, там неважно, что там, богодельная там, церковь и так далее. Временный объект от капитального объекта не может быть ближе к 15 метров. Это получается, получается, что сейчас надзорные органы, Пожный отзор, должен будет принимать решение, что делать с теми павильонами-киосками, которые находятся ближе к 15 метров. Вот начнут они ругаться, ссориться с предпринимателями, заставлять их переносить эти киоски, но не везде можно перенести. Не везде. Да. Или не будут. И на 80% нельзя. Какую позицию надзорные органы пожарного отзора примут, вот посмотрим в ближайшее время. Будут они требовать выполнения правил пожарной безопасности или не будут. Если будут требовать, значит киоски начнут потихоньку перемещать от капитальных объектов подальше. и каким-то этим тёжкам уже места не остается. То есть, это не так всё просто решается. вот помеди, вот... Ну, я просто... получается, это что? Тут такой вот момент, да, он немножко коррупционный сразу же появляется, да, я, ну, я к чему хочу сказать. Потому что коррупционер идет? Ну, нет, нет, нет. Вот мы все понимаем, что, ну, например, 14 метров стоит, то есть, около-то 15. У 15, ладно, пролетело от лягуха, как говорится, от души. У того, который ближе, там, 10 метров, да, то есть, и вот составляющая, может быть, так, я не про наши думы, а в целом, то есть, это может по стране же может быть такой же, да, то есть, как бы, вот она составляющая, дать не дать, да, чтобы вот этот вопрос не 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 вот может быть такой вопрос. Может быть, вот надзорные органы как действуют? Сказано ли менее вы, значит ли они не вы. Сказано 15 метров. Вот пришли рулеткой замерить 15 метров. Потому что любой житель может им написать, сказать, ребята, почему не исполняется, да? У нас же сейчас люди-то грамотные, возьмут рулеточку, померят. Вот сейчас меня услышают, подойдут потом и напишут. А там замерят там 14,5 метров, там 15 нет. Вот, пожалуйста, примите мере. Вот депутат Алмазов говорил о том, что вот меньше 15 не может быть. И напишут в поздний отзор. А им куда деваться? А им не куда деваться. Принесли, да, да. Коррупция в другом. Вот процесс размещения вот этих киосков, павильонов. Заведомо знаю. Если город, вот мы определили, что, допустим, вот здесь мы хотели бы по нормативу поставить киоски, допустим, для реализации молочной продукции. Мы что делаем? Мы выставляем на торги, на аукцион, даем объявление в газете, что у нас есть земельный участок, вот это место, мы его хотим передать предпринимателям. Мы даем объявление, и вот как вы были неделю назад, в 330 приходят 10 предпринимателей и начинаются торги. Кто больше даст? Тут никаких откатов, ничего не может быть, потому что вы сидите, сами бирки поднимаете, все это на компьютере фиксируется, сразу протокол заносится. Здесь же ведется аудиозапись, правильно? Каждое слово записывается, и плюс еще сидит вот таких 5-6 членов комиссии, которые сидят рядом и тупо слушаются. Потом подписывают протокол, что все прошло нормально. Какой тут откат? Никакого нет. А вот когда частная земля, когда там стоит магазин, к примеру, на частной земле, магазин, и у него земельный участок, то вот хозяин этого земельного участка, он не обязан проводить аукцион. Вот вы придете к нему, вы придете, я приду, он может сказать, слушай, я не против постольность, но ты мне как бы сделай вот это. Вот там это может быть запросто. Я так предполагаю. Но муниципалитет не имеет права регулировать эти правоотношения. Потому что это частная собственность. Поэтому вот муниципалитет, у нас, как бы, наше правительство вместе с Путином, оно всячески обрезает все возможности, чтобы те, кто на муниципальном уровне, вот все, так сказать, возможности закрывают все лазики, чтобы мы что-то сделали. У нас же год назад депутаты не подавали сведения от доходов. Сейчас заставили подавать сведения. Почему у нас трехограмм? Потому что один депутат сказал, мне когда избирали, у меня такой обязанности не было, депутатом в 2014 году. На комосновании я должен подавать сведения отчетливости. В какой стапе? Ему прокуратура сказала, ребята, извините, раз вы не подали сведения, до свидания и приняли решение, сложили полномочия досрочно. Он пошел в один суд, потом в другой суд пошел. И суд Олимпиадский областной сказал, ребята, совершенно правильно, сведения не подал, закон нарушил, до свидания. И поэтому у нас вместо двух округов, трех округов. А вот вопрос по поводу технических кандидатов. У нас сейчас в этот раз есть такой? Ну, технический кандидат, понимаете, дело в том, что по закону, если один кандидат в округе, да, выбора, то он должен набрать не меньше пятидесяти процентов жителей. Пятьдесят процентов на муниципальных выборах не придет. То есть там можно долбиться сколько угодно один кандидат, какой бы он хороший не был. Он может ходить, выборы проводить каждый месяц, ну, грубо говоря, но пятьдесят процентов с активностью наших жителей не придет. А это значит, что в этом округе не будет депутата, который защищает интересы своих горожан. Вот 25 процентов, ведь ходить на выборы это не обязанность, это право. Хочешь идти, не хочешь идти, это твое право. Но вот 25 процентов ходят регулярно на выборы и хотят избрать достойного человека, который помогал. а 75 процентов не идут. Нам это не надо, вот ничего не надо. Из этих 75 процентов, которые не ходят, вот эти 25 нормальных, законопослушных, энергичных, порядочных людей, они не могут получить своего депутата. Ну, давайте говорить, может быть, не законопослушных, а с активной жизненной позиции. Они не могут реализовать свое право и избрать депутата, который бы защищал их интересы. Потому что вот эти 75 тоже реализуют свое право и не ходят на выборы. Поэтому законопредусматривает, что вот так. А законопредусматривает, что если один кандидат идет на выборы, то нужно набрать 50 процентов. И получается тупик. Поэтому все же прекрасно это понимают, а это лишние деньги. Вот не избрали депутата, значит, надо снова проводить выборы. Надо снова проводить. Это работа избирательных комиссий, это трата бюджетных денег. Вот поэтому, чтобы не заниматься вот этой ерундой, лучше найти, ну, как бы сказали, технического, да, депутата, кандидата, поставить еще одного. Один будет агитироваться, а второй будет просто зарегистрироваться, будет сидеть. Пройдет выбор, все нормально, набрал избранный депутата, но не надо проводить дополнительные. Не надо нервы трепать ни кандидатам, ни кандидатам, не надо снова бюджетные деньги тратить и так далее. Одни выборы приели, все нормально. Кстати, у нас была, я не буду фамилии называть, в каком году и так далее, это очень известный человек, который прошел в законодательное собрание Лилибератской области, когда сложилась такая ситуация, это в ЗАГС, областные выборы, когда было изначально 4 или 5 кандидатов, и, значит, регистрация шла, 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 и в конечном итоге стали вот эти кандидаты, кроме этого, сниматься с выборов, писали заявление, снимаясь с выборов. И он фактически остался один кандидат. И в последний момент успели, ну, как вы говорите, вставить, вот этого технического кандидата, выставить. И оказалось, технический кандидат и вот этот человек, который стал потом депутатом Госдумы. Не Госдума, а законодательного собрания. И в результате этого вот прошли выборы. Если бы такой технический кандидат не было бы, тогда бы просто вот эти 4, которые снялись, чтобы одного заблокировать сильного кандидата, выборы бы не состоялись, и все. То есть это вот, это все политические игры, технологии определенные, да, но вот я еще раз говорю, город, он прекрасно понимает эти все вот законодательные штуки, жители, может быть, об этом многие не знают, но город прекрасно понимает, что рисковать выборами и создать угрозу того, чтобы выборы не состоялись, потом снова и снова проводить, но это глупость. Такого допускать нельзя. Поэтому появляются технические кандидаты. В этот раз, и насколько я знаю, таких технических кандидатов нет. Потому что единая Россия не снимется, КПР не снимется, ну там нет таких людей, которые могут сняться. То есть дойдут до последнего, да? Да, то есть люди это как бы подстраховка на всякий случай, понимаете? Это просто подстраховка. Еще раз говорю, чтобы не тратить лишние бюджетные деньги. Мне тут Егор Карпун задает вопрос, кстати, завтра должен прийти, тоже на эфир, почему я должен покупать банку краской, кисточкой, идти что-то делал за тех, кому плачу налоги, счета, по коммуналке и так далее. Вопросы, наверное, не к чему, а зачем? Вот представьте, вот, сегодня, не один раз, не один раз, вот сегодня говорили по поводу того, что я аукцион выделил, да? Выделал аукцион два помещения. То есть, это муниципальное имущество. А зачем, ну, я всегда задаю сам личный вопрос, зачем я это буду делать? Для того, чтобы я мог дальнейшего, да, ремонт, чтобы я мог заработать денег. Отвечая конкретно на поставленный вопрос, он просто ко мне идет, зачем? Зачем, чтобы вы жили в нормальных условиях, да, вот, зайти там, сибирской, два, четыре, ужасные там, подъезды. Вы, вот, не почему, вопрос, а зачем? Зачем вы там вот выходите каждый день и смотрите на вот эти стены? Дом собственности уже, дом собственности, не могу покрасить себе подъезд. Я вот, герой в 31, живу во дворе этого дома, там, значит, живет мужчина, пожилой мужчина, он, вы знаете, что, он за свой счет, значит, сделал парковку, плиткой обложил, он поставил скамеечки, это только один, вот, на протяжении трех лет скамеечки поставил, покрасил их, посадил деревца, примерно, вот, моего возраста. Ну, вот он такой человек, он все это сделал, безвозмездно, безущерно. Конечно, есть таких, очень много таких людей, которые, это не мое дело, есть кто-то, это должен делать, я вот зашел в квартиру, это мое, вот вышел за квартиру, это все, сейчас обязанность, наверное, он тоже прав. Но у нас тогда получается, что лежит камень на дороге, автомобилисты идут, 9 человек обедут, один выйдет, камень, значит, сбросит кувейт, поедет дальше. Люди все разные. Я вот, у меня, когда дочь была маленькая, это было давно, на Таллинском шоссе, я там был, у тещи там, и мою дочь покусала собака, вот домашняя собака покусала, просто кусает мясо, вырвалась здесь, я забинтовал ее, и кровь хлещет, ей было 5 или 6 лет, не помню, я так ее на руках держу, и видно, что вот белое полотенце, и вот кровь так течет, и так далее, на Таллинское шоссе выскакиваю, а надо было в больнице ближайшее было, в Красном селе, это надо было, ну, там сколько, километров 15 доехать, вот я выскочил с ребенка, и голосую, на руках, вот в левой руке держу ребенка, и голосую, вот все обещают, 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 и обещают, хотя видишь, что вот, ребенок, вся рука крови, так далее, воведитель автобуса ехал, рейсовый автобус, там, 400, 1-й, 4-й, 4-й, ну, рейсовый автобус шел, с пассажирами, вот он остановился, и он с такой скоростью летел, вот до больницы, до Красного села, там, нарушая все то, что можно, то, что можно было выжить из автобуса, он все выжил, потому что он понимал, что это надо, вот, надо оказать помощь, то есть, вот эти все вопросы, это вопросы нравственности, это, вот, конечно, нельзя ничего, никто не заставляет на выкро ходить, никто не заставляет, там, соседу помощь, оказать, никто не заставляет, покрасить, там, скамейку, никто не заставляет, там, я не знаю, что там сделать, там, хулигана, подростка какого-то там, зашивая, взять, что он там что-то ломает. Нет такого обязанности у гражданина. Такое в Конституции не обязано. Это можно не делать. И многие это не делают. Потому что кто-то должен сделать. Хулигана должен пристроить милиционера. Там еще кто-то должен сделать. Там мэр должен сделать. Вот это должен сделать депутат. Вот это управляющая компания. Это такая вот понятная позиция, которая придерживается большинству людей на выборы. Это не мое, все равно ничего не сделают, а так далее. К счастью, у нас есть большое количество людей. Да и депутаты, кстати, тоже. Неравнодушных людей. Которые депутаты идут. Которые приходят на собрание, на публичное слушание, что-то высказывают. Которые в интернете пишут, там ругают администрацию. Которые сажают цветы, клумбы, вот бабушки сажают. Берут на свои деньги, покупают, сажают клумбы, чтобы всем, кто ходит, было приятно. Таких людей много. И вот на таких людях вообще держится вообще вся страна. И вот весь город держится. Вот именно на таких людях. И чем больше таких людей будет, тем лучше. Поэтому мы сейчас поговорили, может быть, кто-то и передумает. Пересмотрят свои отношения. Да, хорошие, хорошие вопросы сегодня подняли. Давай еще быстренько чуть-чуть и будем, да, сворачиваться, чтобы мы там, вреди врага, услышимся. А? Последний вопрос. Да. Вы смотрите, вам вопрос задают, да, там проблемы с заречью. То есть, это ваш, да, оборот, не ваш? Да. По поводу вот заречья, то есть, какие-то проблемы с заречья, если вы как бы там не появляетесь. Я так понимаю, у вас есть место, где вы принимаете? Солуху пишет, нет? Олег Иванович. А, ну, да. Значит, ну, я как бы вот не напрашиваюсь и по квартирам не хожу. Ну, значит, там, типа спрашивают про проблемы. Ну, балдыги там. Я говорю, что вот, у меня есть страничка в интернете, вот эти все люди пишут, они же ВКонтакте все, они могут мне написать, ради бога, напишут. Телефон я указываю. 8 921 431 74 27. Позвоните, мы с вами договоримся где угодно. На вашей территории, на нашей территории встретиться. Кто что смогу, я постараюсь помочь. Кто-то опять возвращается на вопрос. Что кто-то должен прийти к ним в гости. Да, ну, вот еще раз говорю. Если у вас действительно проблемы серьезные, значит, ее надо решать. Тем более, если она касается не только вас, а касается там группы жителей. Ну, отравитесь, придите ко мне. Позвоните, мы с вами договоримся, никогда никому не отказываю. Постараемся решить. Я не обещаю, что решу. Потому что я не знаю, в чем там суть проблемы. Но то, что я приложу усилия, постараюсь помочь, это точно. И там задействовать какие-то структуры, которые могут решить проблему. Я могу. Не надо жаловаться там. Если хотите решать проблему, еще раз говорю, приходите решать. Если уж там инвалид, больной и так далее, не можете выйти из квартиры, там лежачий. Ну, позвоните, напишите там и так далее. Я тогда к вам приду. Ну, мысли вам 30 лет, а мне где-то уже скоро 70 болицы с хвостиком. Ну, ну, 30 с хвостиком. Ну, все-таки, в конце концов, придите ко мне. Ваш опыт жизненный не сопоставим, да, наверное, с многим кто пишет? Ну, я не знаю. Я такой иконки вижу, а по иконке еще не помешу. Ну, ладно, давайте, наверное, подведем итоги. Давайте еще пожелайте что-нибудь нам перед выборами людям, да, и мы со своей стороны благодарим, что вы нас посетили. Очень, кстати, по структуре разговаривали. Ну, да, ну, что пожелать перед выборами? Ну, конечно, подумайте, стоит идти на выборы или не стоит, потому что действительно, как бы, на выборы надо идти, надо выбирать достойных людей. А просто так, на выборы, бесцельно идти, неизвестно что делать, это можно сделать ошибку. Хотелось бы, чтобы действительно жители радовались нашим городом, чтобы, конечно, критиковали нас обязательно, вот, ну, и в том, как бы, и ругали, ну, как бы, обоснованно, потому что, когда просто вот необоснованно ругают, люди просто работают, и знают, как Садовский сейчас работает, да, вот, он действительно ездит там, крутится, как белка в колесе, а кто-то может, блядь, написать какую-то гадость, совершенно не... не... Я вас очень понимаю, сегодня тоже такой случай, вечно со мной происходит. Да, да, да. Ну, вот, не надо гадости никому делать, всегда постарайтесь, если что-то сказать, там, написать, постарайтесь разобраться. Если уже кого-то критикуют, обоснованно, жестко критикуют, и так далее, нужно подделу это все было. Я считаю, что нужно сначала обращаться к человеку, а потом можно вывозить на общее обсуждение. Ну, это же когда действительно реакция не поступила? Еще раз говорю, если есть проблемы, надо решать. Найдите того человека, который может помочь вам решить. Не надо, если вы не хотите из дома выйти, если вы просто жалуетесь, сидите на кухне, там, что вас, вас плохо, вам никто ничего не помогает, ну, вам никто ничего не поможет. Ищите человека, который вам может помочь, если это депутата в администрацию, приходите, решайте свои проблемы. Ну, хоть что-то делать. Да, ну, надо как-то шевелиться, надо занимать более активную позицию. А нашим кандидатам что пожелать? Ну, кандидатам что я могу пожелать? Ну, всем не могу, потому что так не получится, но хотят избраться. Избранным? Избранным можете пожелать. Избранным ничего не надо, они сами себе пожелают. Избраться в депутата. Ну, и всегда помнить, что с вас там очень жестко спросят. Если вас изберут, то на этом все не кончится. Вам придется точковый зеркал. Хотел сказать, ну, проработать. Многому учиться, потому что нормальным депутатом может стать только тот, кто проработал в этой системе. Это моя позиция. Не меньше 5 лет. Только тогда приходит осознание того, что вообще, что такое депутатство? Поначалу, это очень многое непонятно. Расплывчато. Все расплывчато. И человек не понимает. Ну, поставь мне сейчас не идти куда-нибудь там. Никуда. Не надо. Вещь на коллапс. Растерять. Какая-то морожен. Да, это будет. Так же и депутат. Его возьмут, оторвут там. Он там работал, там, кем-то не инженером, а поставят решать местные проблемы. А у нас же есть даже наука и специальное муниципальное право. Это муниципальное управление, да? Муниципальное управление, муниципальное право. Я три года преподавателем, преподавал в Академии государственной службы. А есть сейчас какие-то курсы здесь, чтобы наш кандидат успел на два дня пройти? Депутат один работает, рядом с собой сидит, у которого я взяли напоминал. Я думаю, что он хорошо работает. Молодец. Он хорошо работает. Хотя он очень занят по основному месту работы. У него ответственная должность. В такой же час можно на курсы пойти? Я не живу сейчас. чтобы пройти... Учеба? Да, учеба. Ну, где-то, если я не знаю. В городе у нас нету, да? Получается. По-моему, сейчас у нас нет такой образования. А сколько по времени? Может быть, только в образовании, да? В Иппинском институте, может быть, если что-то есть. А как-то у нас сейчас все это сворачивается. Ну, конечно, хочу пожелать, чтобы здоровье всех было, благополучие у жителей, независимо от того, придут они на выборы, не придут там. Чтобы в семье было хорошо, чтобы, не знаю, что-то решены там. Да. Чтобы родители не забывали это, во-первых. Во-вторых, чтобы дети были умные, чтобы потом воспитанные дети, которым можно было бы гордиться. Вот у нас мальчик, Ванислав Жуков, да, он на всю страну, да? Он просто с моей дочкой бы сестра отчится. И я как-то видел, как он рос и так далее, там занимался, и так далее. Мальчик, талантливый, великолепный парень вырос. Прямо гордость, со смолы бомб. Вот таких мальчишек наши слушатели воспитывали, вместе с бабушками, с дедушками, родителями. Тогда бы никто не жаловался, что там кого-то избили, там, или еще как-то там был, вот, после, там, было. Да, вот именно, официальная активность. Тогда бы у нас и все было великолепно. В конечном итоге все от нас индивидуально зависит. Нам по большей встрече проводить даже с ним. Никакой депутатам, никто, никакой Садовский не поможет, пока мы сами не поймем, что... Вот мы живем в городе, это большая, большая семья. И от того, вот, как мы в этой семье себя ведем, чувствуем ли бы, вот, все себя, одной семьей, или не чувствуем, будет зависеть будущее города. Чем раньше мы поймем, что мы все вместе должны быть, активным пользователям группы, был Клиц, да, чтобы они объединились, там, может быть, там, Алексей Шишкин, там, там, можно Егора Крапуна позвать, чтобы они объединились, купили, там, ну, да ладно, я куплю, банк выкраски, так же, жмите кисточкой. А они, я, ну, себя контролируют, что они дайте для себя. Я знаю, что сейчас кто-то там наверняка не вижу, кто-то ругает, говорит, да, лайки варил, наболтал, и так далее. Я критически к этому отношусь, и всем спасибо, то, что вы, то, что думали, написали, ради бога. Я привык к критике, даже к оскорблениям, привык ко всему, но работа есть работа, и надо выполнять. Поэтому, я вам благодарен за встречу, очень хотелось бы, чтобы все-таки, действительно, многие жители, которые, и ваши, так сказать, интернет-друзья, посмотрели, ну, как-то, наверное, все-таки задумались, вообще, об этой проблеме, серьезной проблемой, вообще, это представительство, народное представительство в органах власти, в органах местного самоправления, и все-таки поняли, что это очень серьезный вопрос, к которому нельзя относиться, спустя рукава, что это, это надо, этим надо очень серьезно заниматься, очень серьезно к этому отнестись. Тем более, в преддверии выбора. 50-го числа, прийти с пониманием, уже того, зачем ты сюда пришел, что ты хочешь добиться, и постараться все-таки, я знаю, что ошибиться можно элементарно, но все-таки, задержаться на избирательном участке, еще раз посмотреть на фотографии кандидатов, почитать, и постараться, чтобы сделать наиболее благоприятный выбор, как для своего депутата, так и в целом для города, и для Шайта. Спасибо вам большое, да, за то, что пришли, и спасибо большое за то, что вы, среди зрителей, смотрели, задавали вопросы, за активные, за лайки. Ну и спасибо нашим жителям, что они смотрели. Да, 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 вот он проект. Вы смущались, я радовались. Ладно, побежал, вы подогнал. Всего доброго, спасибо. Спасибо. Спасибо.